Уважаемые слушатели, с нами сегодня опять Руслан Хайдар Удайназаров. Сегодня хотел поговорить о создании совета старейшин, которому наш Хайдар имеет непосредственное участие, он был координатором этого создания, то есть у стариков был ногами, бегал между регионами и так далее. Огромная тебе благодарность от всего народа тоже, ну и естественно от меня лично. Расскажи нам по поводу совета старейшин, как на каком этапе все это дело стоит у нас, потом поговорим о других темах. Сейчас уже выявилась рабочая группа, то есть совет старейшин, уже как данность состоялась, есть с многих регионов, но остальные должны постепенно подтягиваться в это дело. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы кто не успел, по причинам болезни и так далее, не смог войти, они сейчас войдут. Председателя избрали, курс, какие проблемы будут решаться, задачи. Совет старейшин уже есть, с этим можно поздравить, очень много положительных новостей. Выбрали председателем совета старейшин, были представители со всех регионов, но не со всех может быть аулов. И поэтому нельзя сказать, что всероссийским он стал, сейчас вот как раз мы работаем над тем, чтобы все вошли. Председателем выбрали Даудова Наурбека, достойный сын нашего народа, я думаю, что его 90% народа знает, и поэтому за него проголосовали, его выбрали. Курс уже обозначен, какие вопросы, какие проблемы будут решаться. Это и защита языка, это совместная работа, решение проблем. Например, если в Астрахани есть проблемы, это не проблема только астраханских мулаев, это проблема всего нашего народа. Потом также выбрали человека, который будет координировать экономические поступления и проблемы. Будет уже все вопросы, финансы, какие-то политические моменты, все будет решаться. И сейчас вот то, что ты сказал и очень порадовало нас, что ты передаешь фонд совету старейшин. Я, честно говоря, сам хотел сказать, с радостью, с удовольствием передаю этот фонд совету старейшин, потому что это большая ответственность. Думаю, что совет старейшин совместными решениями, ну то есть голосами решит, куда, что, куда направить. Насколько я знаю, средства имеют себя. Насколько я знаю, первый у вас этап, это как бы обеспечение учебниками, насколько я знаю, школу. Так? Есть там какие-нибудь подвижки в этом? Есть, конечно, подвижки. Нам сейчас должны сказать, какая сумма нужна будет. И совет старейшин, получается, закупит, будет курировать, какие школы в первую очередь обеспечить книгами. В Ставропольском крае нужно будет организовать группу экспертов, которая подаст экспертный анализ региональным властям, что эти книги подходят как факультатив. Это лингвисты, это общественники, это люди, которые смогут экспертный анализ сделать и достучаться до верхов региональных властей, чтобы они одобрили. Все это дело ведется, конечно, постепенно. Хотелось бы, чтобы все было быстрее, но, по крайней мере, работа ведется, и это радует. Совет старейшин все это координирует, курирует. Сейчас вот в Карачао-Черкесии скоро состоит встреча. У меня с Советом старейшин Ногайского района Карачао-Черкесской республики. Они, к сожалению, не могли сами на мероприятии участвовать, но саму идею поддерживают. Их видение, их поправки будут тоже учтены, и они войдут в рабочую команду Совета старейшин. То есть Совет старейшин – это не просто люди, старики, которые сидят с умным лицом и рассуждают. Они на самом деле бегают, суетятся и занимаются делами. Хочу обратиться к молодежи. Пожалуйста, проявите немножко активность и встаньте, как обещали, ногами и руками Совета старейшин. Они сами не могут никуда ездить. Надо, чтобы их идеи, их авторитет был использован в благих целях, естественно. И ногами были мы, молодежь, с начала. Насчет того, что я говорил, когда появится Совет старейшин, я постригусь на лысо. Я выполнил это обещание. Хорошо. Но вот с другой стороны, я тоже немножко отвлекусь. По поводу волос, например. Первый праведный калиф у нас был, как его зовут, напомни. Ты у нас специалист в этом деле. Абуба. Я вот недавно прочитал, что у него не то, что были длинные волосы, у него дреды были. Удивительная штука. Ну это ладно, отвлеклись. Я поздравляю всех ногайцев, которые на тебя шутили на твои волосы, что их мечта исполнилась. Кстати, критика тоже была насчет того, что, а почему ты постригся, где это была твоей изюминкой, где твоя особенность. Я считаю, что это была не единственной моей изюминкой, на это, по крайней мере, надеюсь. То есть, и я как бы не сильно потерял себя. Вернее, я не потерял себя. Волосы – это всего лишь часть меня. И не самое главное. Ну, волосы потерял. Ты же не сделал обычными средними, как у меня, допустим. Ты их просто на волосы забрил. Отсюда вывод, у тебя будет особенность теперь. Лысая башка. Это так, шутка, конечно. Это не проблема? Ты делаешь большие дела. Ахамдуля, я сейчас фактически информационный центр. Новости все и положительные, ну, отрицательных мало, ахамдуля, исходят от тебя. А вот насчет выборов, что скажешь? Что у нас произошло с выборами? Мне кажется, какие-то разочарованные возгласы были у нас. В чатах и так далее. Разочарование есть в некоторых местах. Но, например, в том же Кизлярском районе просто это новости оттуда дают мне понимание того, что наш народ имеет все возможности возвыситься, подняться во всех планах с того положения, которое находится сейчас. Выиграли наши большие патриоты в Баба-Юртовском районе. Это Хасай Акай, это супруга Абузагира Акай. В Кизлярском районе сразу просто в трех, даже в четырех населенных пунктах это те люди, которых знаю я и знает народ как самых активных и патриотичных людей. Это Мурат Али, Агадат, Камал Дин Акай, лидер Сангиши. Это Новокрестьяновка, Аубик и Ракай. В Агузере Мурат Алика, кстати, выиграл. То есть Кизлярский район – пример для подражания для всего Нагайского народа, потому что выиграли именно те, которых хотел видеть народ. По Нагайскому району говорят, переклях хорошие результаты, но плохие результаты. Сами жители населенного пункта Кумбатар говорят, как такое может быть, что Руслан Насыров проиграл. Кумбатар, Кумли. Кумли, Кумли. Там не проголосовали, многие еще не проголосовали. Я думаю, что у них будут перевыборы. Я не верю в то, что Руслан Насыров может проиграть это. Я тоже хочу спичку этому поводу толкнуть. Руслана Насырова я лично знаю. Мы все, абсолютно все были свидетелями, наблюдателем того, как его не хотели пускать во власть. Сколько времени прошло с тех пор? Четыре года прошло с тех пор, как он избрался депутатом. Мы за ним наблюдали. Ни одного косяка не было. Не то, что косяка, только положительные были. Поэтому я знаю лично, у меня мама с Кумлей. Ты сам знаешь, мы общаемся со всеми. Чтобы Руслана Насырова не выбрали, этого в принципе быть не может. Поэтому это 100% результаты или фальсифицирования, или купленные. Насчет купленного хочу сказать. Это не только было в Кумле, в других местах тоже было. Но в Кумле просто Руслана Насырова не убрали. Это уже показатель того, что реально они купленные. Как можно за две тысячи раз в четыре года продавать будущее своего народа? Это я обращаюсь к тем, я не могу подобрать этого слова, уродам. Пусть на меня обижаются, не обижаются. Меня и так многие обижаются. Пусть обижаются, потому что страшного в этом нет. Я лично пальцем показываю тот урод, который раз в четыре года за какие-то жалкие две тысячи рублей продал будущее своего аула. Своего народа продал. Я думаю, ты в глубине этого не согласишься. В России все жалуются, говорят, почему наша жизнь лучше не становится. Ну, как она станет лучше, если мы между будущим и двумя тысячами выбираем две тысячи? Ну, ладно, хотя бы в день две тысячи, допустим, в месяц две тысячи. Да пусть даже в год две тысячи. Раз в четыре года две тысячи. Это что за? Я не знаю, даже самый тупой человек должен сообразить, что две тысячи это ничего не помогут. Я в шоке, вообще, честно говоря. Цена будущего наших детей в две тысячи. Да, у меня даже небольшое такое разочарование наступило в этом деле. Ну, после того, как пришли хорошие новости с Кизярского района, откуда с реклими к Тейбе пришли, да, аль-хамду-ль-ля, обновление, будем так говорить, нашего парка депутатов произошло более-менее, аль-хамду-ль-ля. Это слава богу. В таком большом количестве, что патриоты входили во власть, ни разу, по-моему, не было. Я такого не слышал. Это зафиксировано, такого не было. Так что я думаю, что Руслан Насыров все-таки народ протолкнет. Ты знаешь, что он написал книгу про пустыневание. Ты знаешь, сколько дел реально, которые совершил он. Вот его книга хранится сейчас у моей сестры. Он не просто человек, который взаботится. Он еще умен и знает, как помочь своему народу. Такие люди должны быть у власти и должны поддержаться народом. Я думаю, что там, скорее всего, не куплено или что-то еще, а недоразумение. Потому что многие были в больнице, там болели, многие не проголосовали. Сейчас будет, скорее всего, перевыборы и все станет на свои места. Смотри, насчет Руслана Насырова хочу сказать. Он не только умен, но он еще и богат тоже. Богатство – это не минус, это нормально. И эти деньги он заработал, гробя свое здоровье на северах. Он не просто так пришел и своровал у кого-то, как у нас обычно принято делать. По всей России, не говорю, что такое у нас. Он пришел, уже с деньгами пришел туда. Он своим авторитетом, который он заработал в Уолингое, пришел. То есть он не просто человек именно к Умлеи. Или даже не только Нагайского района Дагестана. Он человек, который, в принципе, имеет авторитет среди тех, которые уехали. Я даже подозреваю, что в скором времени у нас начнется возвращение начала. Если мы будем встречать, как Руслана Насырова пытаться не пустить во власть все остальное, таких, как Руслана Насырова, возвращающихся, как мы тогда вернемся обратно к тебе в степи свои, в свои дома, в свои аулы. То есть нас будет так же хитить, что ли, если мы здесь заработаем деньги, мы там их не сможем вложить. Потому что там есть свои олигархи, олигархи получают. Я вот лично, моя точка зрения, что нужно не просто ждать их, им нужно готовить места, их нужно продвигать, проталкивать, те, которые уехали, те, которые ума, разума набрались за пределами нашего закрытого сообщества. А наше сообщество закрытое, по идее. Как я знаю, как я слышал, как он приехал в район с деньгами, пока он был депутатом, его экономическое состояние, наоборот, намного снизилось. Это показатель того, что человек не хапает, а наоборот готов вкладывать. Просел. В экономическом плане этот человек просел. Это говорят те люди, которые знают его, следят за его деятельностью и находятся рядом. Они говорят, ну человек, можно сказать... Нет, ну ты немножко неправильно говоришь. Богатство это вообще в принципе не позор. Он в любом случае не голодает, аль-хамдулля. Это не позор, это даже более того плюс ему большой. Не с голодного края приехал. Ну, вот показателем является то, что его экономическое состояние не прибавилось, а ухудшилось. То есть, значит, он какие-то положительные действия для народа пытался. Но те же книги, многие обращались к нему по помощи издать книги, какие-то общественные организации, какие-то мероприятия, когда проводили. Этот человек вкладывал свое, получается, заработанное честным трудом на севере. И, конечно же, оно уменьшается, если он как депутат брал бы, карман вложил, тогда бы он не просил бы. То есть, этот человек всеми этими показал, что достойный сын своего народа, патриот. И как он не прошел, пока непонятно. Но я думаю, что... По поводу Совета Старечных и планов. Многие скажут, что там есть явный путь, который они избрали. Что они избрали, хочу сказать. Это поддержать тех нагайцев, которые хотят переписаться, какие-то мероприятия проводить в Астрахани. Поездки, общение с теми нагайцами, которые живут за пределами Кавказа. Их самосознание нагайское просыпается. И как-то вовлекать в нагайскую тусовку, как можно сказать, тех, которые проснулись и хотят быть с нами. Но мы за счет того, что были оторваны, нет контактов. Наладить контакты, вернуть язык, вернуть самосознание. В дальнейшем хотят уже какие-то коммерческие направления развития нагайского народа. Тоже хотят сделать для нагайского народа. Совет Старечных и вообще команда Совета Старечных заслуживает просто уважения сказать. Но это ничего не сказать. Я счастлив, что с ними имею контакты. Лицезрею их, так как таких людей немного. Патриотичные, искренние, умные люди, которые хотят все свои силы, энергию потратить на развитие нашего народа. Молодежь, как бы уже появилась какая-то команда, которая готова выполнять указания. Но я считаю, что не команда должна быть, а весь народ должен стать одной командой. Разделенности, на политические партии разделяться внутри народа нам нельзя. Вот они, я думаю, станут объединяющим фактором. Вот есть же разногласия между Астраханей и Москвой. Вот эти вопросы тоже для Совета Старечных исключительно неприятны. Это то, что целая группа людей друг друга могут не то, чтобы не любить, не испытывать друг другу симпатии. Они и этот вопрос тоже готовы взять под свой контроль и решить, иншаллах. Иншаллах, да. Как думаешь, можешь сейчас дуа сделать прямо в прямом эфире, почитать и сказать аминь и попрощаться? Дуа? Пусть Аллах поможет нашему народу. Пусть Аллах продлит жизнь наших аксакалов, которые готовы ради своего народа, ради укрепления нашего народа, возвращения имана, возвращения культуры в наш народ, развития. Пусть Аллах тех людей, которые на искреннем пути поможет и поддержит, продлит их жизнь, так как наш народ нуждается в них. Пусть Аллах поможет решить нам те проблемы, которые есть, и отстранить нас от всего дурного. Аминь. Пусть Аллах благом за твои слова, иншаллах. Я считаю тебя лично, многие считают тебя создателем именно Совета Старейшего. Многие были даже против этого, или поставили в палки колеса, зная или не зная, или имея свои, может быть, мысли, никого особо не будем, конечно же. Давай прочитаем фатиха, иншаллах. Бисмилляхи рахмани рахмани. Алхамду лилляхи роббил ааламин, аррахмани рахим, малик яумиддин, якина будува, якина стоим, и где нас сиратал мустаким, сиратал дазина, намта алейхим, горе лмакдуби алейхим, валя долин. Амин. Аминь, Аллах. Ассаламу алейкум араба. Ассаламу алейкум ассаллах. Слава баракату. Ассаламу алейкум.